Девушки отдыхают Ждусь чудесные язвы, пока не прорвались, мертв не дольше трех дней Я выращивал болезнь далеко в болотах, под бдительным контролем Подрежу там, подкормлю тут, но древо зачло ее опасное Придется уничтожить К югу есть три трупа, три вероятных лекарства Я займусь нашим другом здесь Принеси мне образец самого здорового трупа Я гулял по болоту, изучал рост грибов в трупике птицы И вдруг почуял ее Новую, незнакомую болезнь Она расцвела на гниющем трупе Звала меня Так и просилась на волю Я привил ее на одну из трупных грядок Болезнь росла, пожирала мертвых Такая красавица! Но древо решило, что в чужих руках она причинит много бед Мне не хватает ман Не то Нашла Но это все Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. С какого трупа? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хм. Действительно. Этот труп обработали плакучей крапивой, ядошипом и кровавым грибом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почти. Не хватает одного важного ингредиента. Кровавого гриба. Растить его сущее мучение. Ему нужен живой носитель. Я подселил его на зверя из руин резервуара. Когда соберешь, дальше иди на юг. Ищи холмы с трупами. Встретимся там, у истока болезни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не нужно больше ман. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно больше маны. Меня нет маны. Нужно больше маны. Мне нужно прибавить. У меня нет маны. Утаскивай. Утаскивай. Продолжение следует... 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 Да, но на этот раз действовать надо более осторожно, чем обычно. По моему опыту, осторожничать обычно бесполезно. Я знаю. Поэтому ты с нами не пойдешь. Ну, разумеется. Хорошо. Ты будешь телохранительницей. А точнее, моей телохранительницей. Почему я впервые об этом слышу? Ты нужен мне тут, Ортон. Смотри, чтобы никто не вякал. Об остальном я позабочусь. Напомнить, как ты в прошлый раз без меня на дело пошел? Да, помню я, помню. И помню, как поплатился. Я знал, что ты заинтересуешься. Подходи на задний двор, расскажу подробнее. И, конечно, я надеюсь, что это останется между нами. Ибо осторожность, да? Ладно. Беги по своим мелким делишкам. А я пока заткну ротни болтливый рот. Только не в городе. Прости за всю эту канитель. В заводе сейчас неспокойно, и наш скромный городок привлекает слишком много внимания. Видишь ли, на картах его официально нет. И чтобы так оно и оставалось, я заключил сделку, которую мои кровожадные друзья могут не понять. Я спрятал неподалеку припасы. Мы их найдем, подкупим стражей порядка, и ты получишь свою плату. Весовщина. Где же оно? Наверное, кто-то нашел мой тайник. Хотя, погоди. Нет, кажется, это не то место. Не смотри на меня так, я старый. В записке сказано, что там слышно звон, но неясно, где он. И что это должно значить. Раздери меня и на арий. Но это где-то здесь. Я уверен. Стоп. Я понял. Слышно звон. Не надо делать память. Прошу, приступай. Ты же не ждешь, что старик взвалит на себя? Отлично. Они ждут нас всех у разбитых кораблей. Не заставляйте ждать. Вот смотри. Закорунская колокольня. Что-то от нее осталось. Это ваше болото, кажется, готово. О, я тебя уверяю. Болото одинаково охотно жрет и змей, и негодяй. Сэры... Они убили яхту. Это было... Стой. Погоди. Ты куда? Линдон. Ублюдок ты последний. Ты сказал, что местные нам не помешают. Ну... Они уже никому не помешают, верно? И как нам объяснить, что мирная экспедиция закончилась гибелью крестоносца? Эй, эй, не гони лошадей. Теперь припасы надо поделить только на две части. Я оказал тебе услугу. Линдон. Я готов утопить в болоте еще пару тупых крестоносцев, чтобы защитить свой город. Ладно, мы все поняли. Уходим. Но имей в виду, нашему договору конец. Согласен. Вот тебе и осторожность. Хорошо, что я посвятил в это дело всего несколько человек. Значит, среди нас крыса. Буду ждать тебя в заводе. Подходи, нам еще есть чем заняться. Тебе везет. Новоступные девочки. Отдорогие. Стомол БPass. Буду ждать. Продолжение следует... Так... Продолжение следует... Правят здесь деньги. Делай, что хочешь, но не переходи дорожку тому, у кого денег больше. Льется вино, льется кровь. Смотря кого спросить. Если будешь задавать такие вопросы в подобных местах, тебя быстро зарежут, а твои денежки приберут к рукам. Ты опять идешь без меня? После прошлой неудачи? Я могу постоять за себя, Ортон. Раньше ты бы никогда не попался в такую ловушку. И тем более не просчитался бы дважды. Не волнуйся. Если меня смертельно ранят, я протяну достаточно, чтобы отдать тебе мой арбалет. Арбалет. Да уж, пожалуйста. А, вот и ты. Готова к встрече с интересными людьми? Поговорим, где обычно. Идем. Нехорошо заставлять себя ждать. Да, и чертовски умный. Я раскрыл свой план в разных частях заводи. Достаточно громко, чтобы меня услышали. Но внимание, каждый раз называя разные места. Теперь мы подождем в каждом из них. И по тому, где на нас нападут, я пойму, кто крыса. Первое место прямо впереди. Но я спорю на 20 монет, что нас атакуют во втором. Да-да, прямо здесь. Именем преисподней. Утопщий. Вот оно. Вроде все в порядке. А, мы с Ортеном раньше прятали тут хорошее пойло. Чтобы в заводе его не выпили за одну ночь. Давненько мы с ним не выпивали вместе. Две не выпили за одну ночь. Хорошо я Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Последнее место я назвал Орта, но, может, это все были пустые страхи Но идти недалеко, так что заглянем туда, просто так, на всякий случай Девушки отдыхают Добро пожаловать в наш дом Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это даже как-то слишком легко Вот Значит, эта затея все же была не зря Ладно, к делу Я назначу Ортону встречу в погребе-хранилище в Западе Оставь нас наедине, и мы все порешаем Если соберемся, присмотри за мной Смотри, чтобы я не сел играть в кости Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают А оружие-то у тебя что надо? Дашь посмотреть? Ну чего ты сразу? Я ж на минутку. Давай, давай его сюда. Три, четыре, пять, шесть. Спрячься за углом, чтобы он не думал, что я хочу на него напасть. Все-таки убивать его это, ну, крайняя мера. Девушки отдыхают. О, правда? Правда? Как ты мог? Как ты мог предать заводь и меня? С тобой? Я тебя защищал. Пытался, но ты изменился. Раскис подмазался к крестоносцам. Ты упрямый идиот. И поэтому я не впутывал тебя в это дело. Не пытайся заговорить мне зубы, не поможет. Ты попросту прикончишь заводь. А с тобой она заплывет жиром. Ты предал, Линдон. Все, что мы построили вместе. Как же? Куда тебе, Слизняку? У тебя уже духу не хватает спустить курок. Особенно против меня. Кто-нибудь хочет выпить? Куда? 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 Девушки отдыхают. А ведь он был прав Я скрывал от него правду Думал, что он не поймет И до сих пор так думаю Но если бы я знал, как оно обернется, я бы... Хм... Нет Все равно бы не сказал На его месте я бы поступил так же Если бы я думал, что он ставит заводь под угрозу Или что он водит меня за нос после всего, через что бы прошло Но это все уже не важно Потому что я нужен заводе Заводь – это я И я сделаю все, чтобы наш город жил Без тебя я был бы уже на том свете Вот, держи С небольшой доплатой И выпивкой угощаю Субтитры сделал DimaTorzok Эй, эй, слышишь? Надо поговорить Одной нашей подруге нужна помощь Но надо быть осторожней Держи Она просила передать тебе письмо Мой друг Иди своей дорогой А не ту асту О, это ты Я рада тебя видеть Сестра в подвале Проходи скорее И спасибо, что попыталась спасти моего бедного вазика Я знаю, что ты сделала все, что могла Да Она упала без чувств Пока рассказывала, что случилось с вазиком Я хотела попросить кого-то из кающихся рыцарей помочь ей Но она умоляла этого не делать Она попросила меня спрятать ее И сказать жрецам, которые будут ее искать, что я ее не видела Признаться, мне пришлось бороться с собой Лгать собору Да как можно Я едва не выдала ее Много-много раз Но затем я вспомнила Что когда помощь нужна была мне Она была рядом Готовая сделать все, что потребуется Так что Пришла пора вернуть долг Раньше собор света часто проводил такие ритуалы, когда кто-то попадал в беду Но с недавних пор они попросту сжигают демонов вместе с жертвами Я верю в отца Но не мог позволить, чтобы сестру сожгли Она ведь спасла моего сына Но что случится со мной, не важно Я... Я знала Времени нет Надо провести Обряд крови Изгнать Демона Что? Сама не смогу Тебе нужен мой молитвенник Но чаши Чаши нет Надо Достать Новую И где это место? Маргрейт Матвей Он хранит чаши Но Знай Он подозревает всех Придется обманом Прошу Побыстрее Быстрее Девушки отдыхают. 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 Преподобная мать не зря поручила задачу именно тебе. Чаша готова. И передай ей мои наиложительные пожелания. О, слава Свету, ты вернулась. Сестре стало намного хуже. Как только ты ушла, она... Демон внутри нее заговорил. Ей очень больно. Она рассказала мне о чаше. Я поставлю ее куда надо, пока ты готовишься. Надо спешить. Пришли посмотреть, как умрет подруга? Умоляю, спаси ее! Отец Инарик, узри, я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Пусть он наполнит наши души. Ух, снова даешь свои песни. Пусть свет развеет тьму в сердце этой женщины. Отец, прогони демона! Нет! Держите его! Немедленно прекратить! Преподобный Мать все узнает. Вы все сгорите, уж я позабочилась. Прости меня, отец. Быстрее заканчивай ритуал. Свет, прогони зло! Довольно. Я утомился. Сестра! Нет! Нет, нет! Почему она до сих пор сопротивляется? Свет! Это не возможно! Сестра! Сестра! Не знаю, скажешь, что я не буду! Очнись! Здесь адски холодно. Ого! Хвала свету! Хвала свету! Да, у тебя получилось. Демон изгнан по-настоящему. Ты очень быстро освоила ритуал. Я потрясена. Мне пришлось учиться ему годами. Сестра Октавия, ты исцелилась. Но эти люди совершили редкостное страшнейшее богохульство. Они соврали, украли священные орудия, напали на жреца собора. За это они сгорят на костре еще до того, как сядет солнце. Как ты могла так поступить, сестра, когда преподобная мать... Да? А что ты скажешь праве? Что простолюдинка взяла и запросто обманула святейшего представителя? Или что ты бросил свою паству в Маргрейве, оставил прихожан без света? Да. Если меня отправят на этот чудовищный костер, то вместе с тобой. Нет, я... Думаю, я тут чересчур задержался. Надо скорее вернуться в Маргрейв. И все же, сестра, не забывай заботиться о себе. Забор куда сильнее, когда ты здорова и стоишь на ногах. Друг мой, дай мне пару минут и подожди снаружи. Хочу как следует тебя поблагодарить. И вас тоже, Петр Эквера. Знаю, праведным людям нелегко дается то, что вы сделали для меня. Сестра, ты спасла моего сына. Как я мог поступить иначе? Если бы мы тебе не помогли, то какие тогда из нас последователи света? Спирит. Что? Ага. Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Я верю. Да. Да, тепло возвращается ко мне. Спасибо, друг мой. Я взвалила на твои плечи тяжкий груз. Попросила тебя лгать и рисковать жизнью. Если бы ты отказалась, я бы тебя не обвинила. Но ты не отказалась. Ты спасла меня, а вместе со мной бесчетные жизни, которым я помогу. А что насчет жреца Матвея? Вдруг он что-нибудь выкинет? Нет, он будет молчать. Надеюсь, я смогу убедить прочих братьев и сестер, что наше паство заслуживает чуть больше доверия и тепла. Вот, возьми. Это не след весть, какое богатство, но, надеюсь, оно принесет тебе удачу. Еще раз спасибо. И знай, что в соборе у тебя всегда есть друг. И я попробую замолвить о тебе словечко перед правой.